Сегодня наш журналист Дарья Булига провела эксперимент с маршрутками, ездила по Террасполю с камерой и наблюдала, как ведут себя водители и как реагируют пассажиры. Мы находимся в центре Террасполя. Здесь люди чаще всего выходят или садятся на маршрутку именно на остановке. Но бывают случаи, когда они тормозят машину посреди дороги. В таких случаях водителю маршрутки приходится затормозить в неположенном месте, чтобы забрать или высадить человека. А это может создать помехи для остальных водителей. Сегодня мы проведем эксперимент и попробуем остановить водителя маршрутки в неположенном месте. Попробую остановить маршрутку. Вот я вижу, едет двойка. Попрошу водителя остановиться напротив городской парикмахерской. Там они часто останавливаются, но на самом деле остановки там нет. Проезд оплачиваю сразу, пока водитель не занят дорогой. Ждем пару минут и отправляемся. На просьбу остановиться у парикмахерской водитель отреагировал положительно. У парикмахерской, пожалуйста. Хорошо. На перекрестке у парикмахерской загорается красный. В таких случаях люди просятся выйти у этого магазина. Прошу тоже выйти здесь. Водитель соглашается открыть дверь. Мы, правда, перекрыли обзор другим водителям. И если кто-то решится переходить дорогу на последних секундах зеленого светофора, водители из-за маршрутки этого пешехода не заметят. И он выскочит им прямо под колеса. Тут можно выйти, да? Да. Спасибо. Остановились мы, конечно, не на остановке. Вот горит красный цвет. Машина пока стоит. Я стою у дома советов. Установки здесь нет, но люди часто просят остановиться маршрутчика. Плюс здесь еще есть пешеходный переход. Я сейчас тоже попрошу остановиться маршрутку и попытаюсь в нее сесть. Может быть такой случай, что маршрутка остановится прямо перед пешеходным переходом, а люди начнут переходить дорогу. Машины, которые будут ехать сзади, могут просто не заметить пешехода, объехать маршрутку и случайно сбить человека. Эта маршрутка проехала мимо. Встанем чуть ниже дома советов и тоже у пешеходного перехода. Я вижу, что маршрутка остановилась перед домом совета там, где нас не взяли. Наверное, увидели камеру. Сейчас попробуем остановить маршрутку чуть ниже. Остановится ли? Да, показывает сигнал. Садимся. Заметим, что в таких местах, где нет остановки, водители маршруток долго не задерживаются. Машина буквально сразу трогается, как только пассажир заходит в маршрутку. У меня получилось пробежаться по салону и сесть на свободное место. Но можно и не удержаться, и упасть. Попробуем сейчас передать за проезд. Пока мы едем, обычно в таких случаях водитель отпускает одной рукой руль, что может быть небезопасно. Передайте, пожалуйста. Пассажиры в этой маршрутке оказались бдительными и не стали отвлекать водителя за рулем. Передали за проезд только когда водитель остановился в кармашке. Пересаживаемся на другой маршрут. Едем из центра к техникуму. Здесь уже водителю девятого маршрута передают за проезд движение, когда ему самое время крепко держать руль. У него это получается только одной рукой. Второй он передает сдачу. Что водитель будет делать, если на дорогу выскочит пешеход или если попутная машина решится на маневр? Вопрос открытый. В нашем случае обошлось. За два часа съемки я поменяла пять маршруток. Все останавливались в тех местах, где я попросила остановить. На правила движения, происходящее на дороге, я, как при этом, внимания не обращала, но водителям это тоже не мешало. Ни одному. И в просьбе взять деньги за проезд прямо во время движения маршрутки ни один водитель не отказал. Еще из подмеченного в маршрутках водители за рулем говорят по телефону прямо во время поездки. И не все из них включали поворотник, когда останавливались забрать или высадить человека. Итог эксперимента рискованно водят. Высаживают и подбирают, где попало пассажиров, большинство из тех, с кем мы катались по столице. Дарья Булига, Данила Кузьменко, ТСВ.